Добрый день, дорогие зрители. Меня зовут Малков Денис, я депутат, а это депутатов Ленинского городского округа Московской области. В нашем Ленинском городском округе очень большой проблемой является проблема появления на территории Ленинского городского округа земельных участков колхоза Владимира Ильича. Этого колхоза давно уже нет, но земельные участки появляются то там, то здесь. При этом колхоз находился в нескольких километрах от города Видное, а земельные участки, как правило, появляются в городе Видное. Но с этой проблемой активисты и общественники Ленинского городского округа как-то пытаются справиться, плюс администрация подключается, направляет иски и разбирается в этом вопросе. Но тем не менее появляются и другие земельные участки, которые были реализованы законным или незаконным способом. Мы сейчас разговоры не ведем, но тем не менее эти земельные участки напрямую затрагивают права и интересы жителей. Такие же земельные участки появились и на моем избирательном округе номер 27. Всем нам, сражилам города Видное, известна территория возле так называемого магазина стекляшки, как раньше его называли. Или по-другому, если назвать, то это территория за Видноеской киносетью. Там как раз находится зеленый островок. Наверное, один из последних зеленых островков, который есть в этой части города. Представляет он из себя многолетнюю засаженную территорию. И эта территория красивая, потому что там растут березки в основном. Березовая роща, как называют ее местные жители. И каково же наше было удивление, когда мы недавно обнаружили на территории этой березовой рощи, на публичной кадастровой карте, несколько земельных участков, которые нанесены прямо поверх этой березовой рощи. Естественно, жители, которые обитают недалеко от этой локации, от этой местности, жители близлежащих домов, они обеспокоены тем, что эта березовая роща может просто попасть под спил. И начать ее начнут спиливать, начнут насаждать там палатки и так далее и тому подобное. Вот для примера я вам сейчас продемонстрирую, включу демонстрацию экрана и покажу эту локацию на публичной кадастровой карте. Вот эта территория. Соответственно, дом 6А по проспекту Ленинского Комсомола – это Витовская киносеть. И вот здесь располагается березовая роща. Как вы видите, здесь находится несколько земельных участков. Заканчиваются номера 120, 43, 421, 41, 417. А совсем свежий участок, который находится менее чем в 5 метрах от жилого дома – вот этот участок. Это совсем свежий участок. То есть если мы на публичной кадастровой карте посмотрим, что это за участок, то откроется информация, что этот участок находится в частной собственности. И совсем недавно были внесены изменения в марте 2021 года. Аналогичная ситуация по остальным участкам, которые я вам показал. Да, конечно, нас успокаивают, пытаются, по крайней мере, успокоить, что в генеральном плане, который был недавно принят Советом депутатов Ленинского городского округа, эта территория раскрашена зеленым. Будем такими формировками изъясняться. Но, тем не менее, если собственник приобрел этот земельный участок, что ему мешает? Прийти, поставить забор и начать уничтожение этой березовой рощи. Что жителям предлагается? Самостоятельно решать эту проблему? Бросаться под бульдозеры? Бросаться под тех крепких ребят, которые обычно в таких ситуациях появляются? Поэтому жители, чтобы не допустить этого, они начали проявлять активную свою позицию жизненную и самоорганизовываться. Вот сегодня у нас есть представители общественной, общественные, как бы, общественники с этой территории. Они расскажут об этой проблеме, расскажут о своей борьбе. И сегодня мы собрались для того, чтобы привлечь к этой ситуации побольше внимания. Чтобы вы, уважаемые зрители, своим распространением этого ролика помогли и помогли нам сохранить эту березовую рощу. А еще лучше, чтобы поддержали нашу инициативу, что эта березовая роща должна превратиться в красивое, благоустроенное место. Сквер, парковую зону в этой части города. Поэтому передаю слово активистам, жителям моего избирательного округа, Алле Анатольевне и Свету Ване, для того, чтобы она рассказала о том, что там происходит. Спасибо. Мы активисты данного района, микрорайона нашего. Наш микрорайон, он находится, так скажем, в центре города Видное. Это застройка 60-х годов. Здесь располагается более 10 многоквартирных домов, более 5000 жителей. Меня зовут Арсений Чуксана Валерьевна и меня зовут Кутерова Алла Анатольевна. Мы живем в этом микрорайоне. И сейчас мы вам расскажем о нашей вообще проблеме с надеждой на то, что вы нам также поможете распространить этот ролик и помочь в борьбе за нашу прекрасную парковую зону. Уважаемые жители города Видное и Ленинского городского округа. Мы, жители города, проживающие на проспекте Ленинского комсомола, дома 16, 18, 28, 10, 12, 8, глубоко обеспокоены незаконной продажей муниципальной земли в нашем микрорайоне в частную собственность. Между нашими многоквартирными домами по проспекте Ленинского комсомола рост реестром сформировано 5 участков, в которой входят парк Березовая роща, 3 участка, участок земли с зелеными насаждениями и деревьями, прилегающих к дому 16, и участок земли за магазином магнит около 28 дома рядом с детским садиком. Причем этот вот данный небольшой участок, на нем находятся 5 колодцев, и таким образом там очень много коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства. И этот небольшой участок выставлен на продажу на Авито, где написано, что есть даже разрешение под застройку автомойки или автосервиса и любого технического, в общем-то, сервиса. На данных участках на сегодня стоит в кадастровой карте форма собственности частная. Парк Березовая роща разделен на 3 участка и был продан без проведения торгов и публичных слушаний. Эти участки принадлежат юридическим лицам, таким как Архитектурно-строительный альянс и Риэлтигрупп. А это значит, что данный парк, скорее всего, пойдет под вырубку и строительство жилого дома с прилегающими к нему автостоянками. Данный парк уже тихо начали вырубать неизвестные лица, которые периодически приезжают и вырубают несколько здоровых и хороших деревьев без каких-либо разрешений. Мы, жители данного микрорайона, обратились в прокуратуру с просьбой расследовать, как все эти участки оказались в частной собственности. И сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Кроме того, мы обратились к депутату Государственной Думы Фетисова Вячеславу Александровичу с просьбой направить запрос в правоохранительные органы. С расследованием, как муниципальная территория в центре города могла попасть с физическим и юридическим лицом. К нами, жителями данного микрорайона, было записано и отправлено видеообращение к президенту Российской Федерации Путину с просьбой помочь подключить Следственный комитет Российской Федерации для расследования продажи муниципальной земли в городе Видное. У нас, жителей города, видны вопрос к руководству администрации. Главе Ленинского городского округа Дмитрия Александровичу Абаремову, первому заместителю главы Альберту Александровичу Градину, начальник управления земельно-имущественных отношений Николай Олеговичу Здорову и прокурору города Александру Витальевичу Калинину. Уважаемые граждане, как так получается, что скверы, парки и даже газоны в городе попадают в частную собственность, а затем под вырубку? Просим вас разведить жителям, какой закон, постановление или статья о Конституции позволяет распродавать землю в центре города в частные руки? У жителей микрорайона, отборцев Ленинского Комсомола, да и у всех жителей Видное один вопрос. Почему вырубаются деревья, и на их участке деревьев в большом количестве строятся торговые поведены и ларьки? В связи с этим, наш город из самого чистого, зеленого, благоустроенного города превращается в среду некомфортного обитания. Данное явление можно сопоставить, например, с муниципальной программой нашего округа, формирование современной комфортной городской среды, в котором говорится, благоустройство территории представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятностных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и доступа населения. Но делается все совершенно в другую сторону. Город превращается просто в какой-то торговый павильон. Вопрос к прокурору города Александру Витальевичу Калинину. Александр Витальевич, почему до сих пор скверы партии распродаются в частную собственность с дальнейшим превращением в палаточные лагеря? Почему они вырубаются? В городе происходит точечная застройка. Без учета мнения жителей, которые проживают в микрорайонах, в непосредственной близости от их окон, не увеличивая никаким образом инфраструктуру, а просто уменьшая пространство. Получается, что если здесь сейчас в нашем микрорайоне проживает 5 тысяч жителей, то если построят многоэтажный дом, нас станет в два раза больше, а инфраструктура останется та же. Почему всю сложившую ситуацию никто бы не контролирует? Мы обращаемся к администрации города с просьбой оказать содействие в расследовании, в незаконной передаче этих земель и в дальнейшей продаже данных участков муниципальной. По адресу проспект Ленинского комсомола, район дорога 28, 16, 10, 12, 8 и переводу их, как следствие этого расследования, в муниципальную собственность, как земли лесного фонда. Поскольку на этих участках растут многовековые березы, которые строители этого города оставили своим потомкам для организации скверов и зон досуга и отдыха. Очень надеемся на вашу помощь и поддержку, уважаемые зрители, в распространении данного ролика. Спасибо большое. Надеемся, что данный ролик будет увиден и ваше чаяние будет услышано теми людьми, кто действительно может принять решение. Вы правильно заметили, что есть такой в России городок красивый, видно неспроста его зовут, и это нам досталось от наших предков, и нам надо стараться сохранить его для наших потомков. Продолжение следует...